Наша жизнь Каждый ищет свой ориентин Путеводной звездой гори Веди в Фаверли К успеху за горизонт Туда, где солнце встает Где самый яркий рассвет И ты на модной волне К победам на парусах Забыв сомнения и страх Перед тобой целый мир И ты для всех ориентир Плыви навстречу ветрам Веди команду к мечтам Удача манит и ждет Фаверлик полный вперед Наша жизнь – приключение Не плыви по течению Задавай направления Засставай вдохновение Будь на гребне высокой волны Словно птица над морем пари Пусть летят твои корабли К мечте В Фаверлик К успеху за горизонт Туда, где солнце встает Где самый яркий рассвет И ты на модной волне К победам на парусах Забыв сомнения и страх Перед тобой целый мир И ты для всех ориентир Плыви навстречу ветрам Веди команду к мечтам Удача манит и ждет Фаверлик полный вперед Будь на гребне высокой волны Словно птица над морем пари Пусть летят твои корабли К мечте В Фаверлик К успеху за горизонт Туда, где солнце встает Где самый яркий рассвет И ты на модной волне К победам на парусах Забыв сомнения и страх Перед тобой целый мир И ты для всех ориентир Плыви навстречу ветрам Веди команду к мечтам Удача манит и ждет Фаверлик полный вперед Что ж, привет, друзья На календаре 19 февраля Мы сегодня начинаем цифровое обучение Для наших любимых консультантов Мы находимся сейчас в центральном офисе Компании Фаверлик в Москве Сегодня у нас в гостях Сегодня у нас Екатерина Без пятых в гостях Мы сегодня разберем очень важную тему Построение личного бренда Пожалуйста, оставляйте свои комментарии и пожелания А мы их обязательно учтем в следующих эфирах Это первый эфир Пробанный Мы решили, что формат прямых эфиров очень эффективен Поэтому я желаю нам всем приятного старта обучения И передаю слово Екатерине Екатерина, привет, эфир твой Спасибо большое, Дмитрий Здравствуйте, дорогие друзья Рады приветствовать вас с этим вечером Знаю, что подключаются совершенно разные регионы У кого-то это может быть ночь, у кого-то утро Поэтому доброго времени суток Итак, начнем Я думаю, не будем долго затягивать Сегодняшняя наша тема Это тема медиабренд Тема личного брендинга Тема персонального бренда И, наверное, было бы правильно начать ее с того Чтобы представиться Чтобы рассказать о себе Чтобы вы тоже понимали Можно ли доверять человеку, который вам рассказывает на эту тему Меня зовут, как уже меня представил Дмитрий Екатерина Беспятых Я эксперт по тайм-менеджменту и личной эффективности для женщин Развиваться я начала в этой сфере буквально полтора года назад И как раз сегодня в рамках личного бренда Буду ссылаться на свои результаты, которые у меня уже есть Также я основала Академию женского развития Woman Time Это академия, где мы обучаем женщин, как все успевать И в то же время быть счастливыми Если брать, да, мое отношение к компании Faberlic То сейчас, последние полгода Я занимаюсь проектами в отделе маркетинга А также, я думаю, что некоторым лидерам я известна Потому что пять лет назад я работала в отделе продаж И руководила проектами Запускала разные направления Поэтому я всех рада приветствовать Особенно, конечно, с теми, с кем уже давно знакома На данный момент за последние полтора года Как я вам сказала, я начала развивать тему Тайм-менеджмент для женщин Потому что это было интересное для меня направление И буквально за последние полтора года Я выросла от трех тысяч подписчиков в инстаграме Сейчас их уже около двухсот тысяч Причем каких-то чудес там особых не было Сегодня я буду вам рассказать все эти методики И я абсолютно уверена, что те, у кого будет желание Обязательно все получится Если брать какие-то еще мои регалии и достижения Мне всегда сложно, так скажем, собой как-то хвалиться Но если брать какими-то, так скажем, крупными мазками То у меня два высших образования В Московском государственном индустриальном университете И Московском государственном университете МГУ А также бизнес-образование я проходила в школе Оксфорда И за последний год то, чем я горжусь То, чем я всегда делюсь Это три премии я получила в различных номинациях Как раз за последний год благодаря моим проектам И, конечно же, я знаю, что наша компания Все равно на большую часть состоит из женщин Из девушек, из прекрасной половины человечества Конечно же, я не могу не упомянуть тот факт Что я счастливая жена, мама двоих детей Чтобы у вас не складывался только образ такой карьеристки Чтобы вы знали, что, так скажем, все сферы сбалансированы и гармоничны Поэтому, я думаю, доверие к себе изначально, я надеюсь, вызвало Я, конечно же, прошу вас открыться Сейчас в ближайшие 40-50 минут я буду давать вам полезные материалы И у вас, как у любого человека, всегда есть два варианта Вы можете слушать через призму того, что, наверное, вы это уже знали Наверное, это вам уже что-то понятно Что-то вам кажется правильным, что-то неправильным А можете, как, знаете, такое последний год популярное выражение есть Быть открытыми И просто записывать то, что вам нравится Ловить какие-то мысли, инсайты Подумать, а что, если я применю это для себя Что это может мне дать Поэтому я вам предлагаю открыться И в ближайший час времени Себя постоянно ловить на мысли о том Что для себя полезного я могу унести С нашего данного обучения Тем более у нас с вами первый урок Он вводный И я хочу дать вам такие основы базовые На которых строится личный бренд Персональный бренд О котором мы сегодня с вами будем говорить Итак, что сейчас будет Сделала такой вам небольшой слайд Чтобы вы понимали, да Что, зачем у нас сегодня будет проходить Первое, мы поговорим про фундамент бренда Что это такое Зачем, с чего нужно начинать После этого мы с вами разберемся в целях Именно при личном бренде Для чего они и зачем Расскажем и поговорим про аудит Развитие, результаты, продвижение А также обязательно в конце мы рассмотрим Живые примеры Вы зададите свои вопросы На максимум, который мы сможем сегодня ответить Я отвечу Либо уже потом, да, после того, как пройдет наше занятие Тоже с вами свяжемся Обязательно на все ваши вопросы дадим ответ Поэтому поехали Первое, с чего у нас начинается личный бренд С чего начать Как правило, когда ты спрашиваешь человека Хочешь ли ты, чтобы у тебя был сильный личный персональный бренд То, как правило, конечно же, все отвечают Да, хотим Естественно, мы хотим популярности Больше заработка, денег Больше внимания Мужского или женского Тут уже по-разному Конечно же, это всем нам хочется Но следующий ключевой вопрос всегда стоит А с чего же начать? Вот я хочу, и что мне сейчас нужно делать? Встает вполне такой логичный, да, так скажем, резонный вопрос И я всегда предлагаю начать с того, чтобы определиться Чтобы построить фундамент Сейчас вам уже или показали, или показывают слайд Где есть картинка На картинке дом И почему это называется фундамент бренда Какой фундамент мы заложим От этого будет зависеть, какой дом на этом фундаменте Мы можем построить Потому что я уверена, что даже если нас сейчас преобладающее большинство женщин смотрит Вы прекрасно понимаете, что строители не строят сначала стены Потом перекрытие крышу А под самый конец через год-два думают Так, наверное, теперь нам еще надо бы и фундамент под все это дело подложить Естественно, нет Всегда все начинается с основы Давайте разберемся, что же такое основа Что же такое фундамент бренда Именно в нашей теме В теме личного бренда Это вопрос, который вам нужно будет задать самому или самой себе И я предлагаю вам обязательно фиксировать мысли, которые я вам буду сейчас доносить Потому что я уверена, что в режиме нон-стоп будет достаточно тяжело сейчас полностью на все вопросы записывать ответы, которые я даю Но когда у нас закончатся с вами занятия Вы выберете для себя час-два свободного времени и спокойно подумаете и ответите Я предлагаю начать с чего? Чтобы вы лично для себя ответили Кто вы? Какие у вас ценности? Какие у вас увлечения? Что вы даете людям? Что дают товары, которые вы предлагаете людям? В чем ваши сильные стороны? Что вы любите? То есть вот поотвечать на такие вопросы Знаете, еще очень часто любят задавать такой вопрос Мне он очень тоже нравится Поделюсь с вами Например, что вы не можете не делать Или, например, представить, что у вас денежных средств просто огромное количество И, например, у вас на всю жизнь вопрос финансов, он в принципе закрыт И, например, задать себе вот такой вопрос А чем я бы тогда хотел заниматься? Ну, то есть вот если вам не нужно зарабатывать денежные средства Что бы вы тогда делали всю жизнь? И подумайте, запишите Вы можете просто взять листочек и прям по пунктам выписывать И если вы не против, то я сегодня буду делиться именно личным опытом Потому что, на мой взгляд, это всегда самая живая обратная связь Не какой-то придуманный опыт не из книг, не из журналов А вот перед вами живой человек, который этот путь прошел Я задала себе такой вопрос полтора года назад У меня родилась дочка вторая, у меня стало двое детей И я вообще планировала уйти в декрет Я уволилась с работы, потому что мне все говорили, что теперь я должна стать домохозяйкой Но у меня родился такой идеальный ребенок Спал по 18 часов Дома все прибрано, чисто, красиво, аккуратно И я не могла себе найти место, чем же мне заниматься И тогда я подумала Ну раз уж я ушла с работы на данный момент И передо мной бескрайнее поле Чем я могу делиться с миром? Что я могу передавать? И мне, например, пришел такой ответ, что это тайм-менеджмент для женщин Почему? Потому что я поняла, что все мои знакомые, мои друзья За последние 10 лет постоянно узнают Как я все успеваю Как я планирую Как я веду свои дела Какие книги по тайм-менеджменту могу я посоветовать Подумайте, с какими запросами к вам идут люди И с учетом нашей компании косметической Компании красоты, здоровья, молодости Я абсолютно уверена, что у большинства из вас Есть достаточно высокая экспертиза В темах красоты В темах правильного красивого макияжа Здорового питания Здорового образа жизни Подумайте, через что вы могли бы начать строить свой личный бренд Потому что невозможно тоже его строить просто на фамилии и имени А под этим ничего не давать людям Потому что все-таки какой-то продукт или какие-то знания Они должны у вас быть, чем вы будете дальше делиться И вот здесь, на первом таком нулевом этапе Мы с вами выписываем все, что есть про вас И даже если вам сейчас кажется, что Ну что я, обычная мама-домохозяйка В каком-нибудь городе Нет у меня ничего такого Так вы так и записываете Что я мама, что у меня дети Что я люблю детей Можно же и через это тоже раскрываться Выписывайте все свои интересы Немножечко поглубже изучите себя Потому что вы знаете, из-за того, что я очень много работаю сейчас с женщинами Мы, как правило, знаем все о других Знаем все как надо Но когда ты спрашиваешь человека Какие у тебя три сильные стороны Человек не знает Потому что как-то себя мы сейчас стали меньше изучать А на мой взгляд это очень важно Поэтому на первом таком нашем нулевом шаге Мы с вами выписываем все наши сильные стороны В чем вы можете быть экспертом В чем вы можете разбираться Чем вы можете делиться Идем дальше Давайте подумаем и ответим на вопрос А для чего же вам нужен в принципе персональный бренд Кем вы вообще хотите быть К чему вы стремитесь То есть здесь как раз тоже перекликается Как раз с нишей сферы деятельности и экспертности И здесь как раз таки уже приближаться Да, то есть, например, если меня интересует макияж Может быть мне стать экспертом номер один в макияже Например, там для молодых девушек Или стать экспертом номер один в свадебном макияже В каком-то необычном макияже, на выставке Поймите, что я просто беру сейчас для вас одну маленькую подтему И ее стараюсь по-разному раскрывать И таких на самом деле ниш их очень-очень много Вы можете, с учетом того, что у нас все-таки MLM бизнес Вы можете быть лучшим в продажах, в рекрутинге Можете обучать, как строить команды Как работать на удаленной основе Как вообще сплачивать команды Как правильно общаться с новичками То есть их очень-очень-очень много вещей Которые вы можете для себя взять и развивать И их же рассказывать ими делиться После того, как мы с вами определились Что у нас есть, какая вот ниша, какое направление Нам больше всего интересно После этого, ну и понятно, что я, так скажем, тренер-эксперт по тайм-менеджменту Не могу не задеть эту сторону нашей жизни Это поставить цель Потому что очень сложно, когда проходит какое-то время Сравнивать, что-то в вашей жизни изменилось или нет Это вот вы знаете, как вот, например, сейчас начало года И у меня, например, многие ученицы говорили Я хочу постройнеть, но не записывают цифры И я говорю, а как ты в конце года будешь, например, измерять результат? Ну вот в зеркале смотрю, вроде бы выгляжу неплохо, значит нормально Но для чего такая постановка? Для того, чтобы наш мозг, он нам облегчает жизнь Что если не получилось, ты вроде бы скажешь Ну не сильно поправилась и нормально Но если мы с вами ставим цель конкретную, измеримую Например, да, к 31 декабря 2019 года я хочу весить 50 кг в стройном, здоровом, красивом теле И когда наступает 31 декабря, и мы становимся на весы Мы здесь уже никого не можем обмануть Там та цифра, которая есть И также здесь, да, в личном бренде нам с вами нужно понять Маячок, куда нам двигаться Да, стать экспертом в чем Да, опять же, как раз задать себе Это может быть красота и здоровье, правильное питание С учетом того, что если брать, конечно же, наши каталоги Да, и какое количество продукции есть Мы можем вообще любую сферу выбирать Та, которая нам больше всего нравится И в ней позиционироваться И ее брать себе, да, например Сначала стать номер один, я не знаю, по красоте и здоровью в городе Самара Или в городе Тольятти Вот, например, я из Тольятти, если кто-то слушает Такой особенный мой привет Потом это область, это страна, это мир Это может быть вся компания Да, но не бойтесь замахнуться И не бойтесь вообще себе поставить цель Что вы хотите, куда вы вообще хотите прийти Потому что вот мы с вами можем представить себе Такой, да, интересный опыт Такое максимально легкое практическое упражнение Когда вы водитель Вы садитесь в автомобиль И вам нужно доехать Вы садитесь У вас есть точка А, откуда вы выезжаете Но вот незадача У нас нет с вами точки Б, куда нам нужно приехать И у вас вроде бы и карты есть, и навигатор современный Но вы не знаете, куда вам ехать И в принципе-то вам получается и все равно Вам по автомагистрали хорошие ехать Или, может быть, по проселочной дороге Вы просто едете, куда получается И давайте теперь сравним это с путем Когда у вас конкретная есть точка Б Например, мы из Москвы, да, сейчас вещаем И, например, нам нужно приехать в Санкт-Петербург Согласитесь, что когда есть конкретная точка Куда нам надо доехать Мы все-таки ее, наверное, достигнем намного легче Потому что мы построим маршрут и поедем И даже если у нас не будет навигаторов, карты Или еще чего-то Мы будем просто на перекрестках у прохожих останавливаться И спрашивать, да, на какую нам сейчас дорогу сворачивать Поэтому цель, на мой взгляд, очень важна Она не обязательно должна быть какой-то сверхамбициозной Да, сейчас там стать номер один по здоровому питанию Там, я не знаю, в мире Нет, возьмите себе под силу Но для себя такой определите маячок Куда вы хотите двигаться Это вам всегда будет помогать ориентироваться Что вы каждый день что-то делаете Поверьте мне, вам будет надоедать писать посты в Инстаграм Делать хорошие фотографии И у вас всегда будет возникать этот вопрос Зачем мне это, может быть, бросить? Вот на такие моменты у вас всегда будет такой маячок Ну ты можешь бросить, но ты помнишь, что у тебя вот эта точка была И ты вспоминаешь, да, я туда иду, мне это надо Поэтому первый такой этап наш, да, после того, как мы определились В чем мы хотим вообще стать экспертами Это определить цель Идем дальше Следующий наш такой большой этап Это аудит Из него я выбрала несколько упражнений Которые, на мой взгляд, максимально эффективны Максимально полезны И они на 100% всем нам с вами нужны Да, особенно в MLM Особенно тем людям, которые каждый день работают с другими людьми О чем я говорю? Это минутная устная презентация Ее еще в личном брендинге называют лифтовая То есть, когда ты едешь в лифте, у тебя есть, как правило, где-то секунд 40-50, чтобы рассказать о себе Но, как правило, люди теряются Вот сейчас, как вы понимаете, да, за последние полтора года я активно выступаю на разных форумах, передачах, телевидения Я очень много людей встречаю И очень мало кто может внятно, четко и хорошо сказать Вообще, кто он, чем он занимается И что, грубо говоря, ему нужно от этого мира Какой у него вообще посыл в мир И для вас я предлагаю это сделать прям вот самым базовым упражнением, заданием Я его даже вынесла отдельно в домашнее задание, чтобы вы его обязательно сделали Это презентовать себя на минуту Но, поверьте, такого никогда не будет, когда вы просто идете и думаете Так, сейчас я на минутку себя презентую Нет, это будет для вас прям домашнее задание Вы сядете сегодня вечером или завтра с утра, как вам удобнее Но не позже 48 часов Потому что все эти знания, которые вы за 48 часов внедрили Научно доказаны, что на 90% вы уже их не будете делать Вы записываете сначала на листочке Потом зачитываете, корректируете Начинаете знакомым рассказывать, да, такую речь на минуту Они вам дают какую-то обратную связь, что хорошо, что нет И после этого у вас появляется идеальная презентация себя И опять же, я надеюсь, что вы не против У меня, к сожалению, нет возможности видеть чат Потому что я часто веду онлайн-мастер-класс И я привыкла, что я вижу обратную связь Но я надеюсь, что вы будете не против Если я расскажу, например, свою презентацию на минуту Чтобы вам было тоже интересно послушать И примерно понимать, о чем я говорю У меня очень удобно У меня как раз здесь вот есть время с секундной стрелкой И, например, рассказать, да Давайте представим пример, да Что я приехала на конференцию с выступлением Такое часто бывает по тайм-менеджменту И встретила, например, какую-то женщину Из какой-то крупной корпорации И, например, у нас есть возможность С ней поделиться друг с другом информацией И она там рассказывает Вот меня зовут так-то так-то Я из такой компании И спрашивает, а вы кто, откуда, чем вы занимаетесь? Вот сейчас я прям время засеку И я начинаю говорить Здравствуйте, меня зовут Екатерина Беспятых Я основательница Академии женского развития Women Time Мы занимаемся обучением тайм-менеджмента для женщин А если по-простому, мы учим, как все успевать И при этом оставаться легкой и счастливой женщиной За прошлый год мы обучили более 5000 женщин И, что немаловажно, получили очень крупную премию Women Who Matters Как лучшее онлайн-образование для женщин Подскажите, а вам было бы интересно узнать У вас бывает такое, что вы устаете Что вам хочется все бросить Что вы хотите уволиться с работы Например, женщина говорит, да или нет Я говорю, я вас очень понимаю Я сама очень часто устаю, но мои техники и упражнения Помогают мне быть всегда в ресурсе Может быть, мы с вами обменяемся телефонами И я вам пришлю информацию, когда у меня будет бесплатный Или там платный онлайн-мастер-класс На который я могла бы вас пригласить Я говорю, да, давайте Все, вот я как раз просто еще ориентировалась на времени Это получилось минута 0-3 Что я дала в этой презентации? Я сказала, как меня зовут Из какой я компании Быстро дала какие-то краткие преимущества Что мы за год обучили 5 тысяч женщин Получили премию И это не для того, чтобы выделиться Ох, какая я, грубо говоря, классная Это для того, чтобы у человека было понимание авторитетности Что перед ним не просто какая-то девочка То есть он, ну да, премия 5 тысяч человек за год Это, наверное, много Дальше в идеале крючочком подцепить человека к диалогу И спросить, да, у вас бывает, что вы устаете, что вам бросить все хочется Поверьте, 99% женщин это всегда больная тема И все, и в конце я предлагаю как-то обменяться контактами, что-то выслать То же самое у вас На любую тему На тему красоты, здоровья, личных отношений, семьи То есть вот в любой форме вы представляетесь Как вас зовут, из какой вы компании Да, если брать опять же нашу компанию, да, например Меня зовут Екатерина Беспятых Я руководитель проекта в компании Фаберлик Наша компания уже очень много лет на рынке Мы входим в топ 100 лучших компаний У нас более 30 патентов У нас собственное производство, склады Ну то есть и вот я начинаю, например, через эту тему рассказывать И так же вы И что самое хорошее, что когда вы научитесь говорить вот такими короткими презентациями Вы научитесь подстраиваться То есть, да, например, на конференции такую речь сказали Например, я из-за того, что я, да, мама двоих детей Я могу где-то познакомиться буквально в песочнице Что-то там у меня увидели, вот последний опыт мой был Это влажные салфетки от пятен Девушка потом пыталась, точнее, хотела зарегистрироваться ко мне в команду Но так как я сотрудник, и ко мне это нельзя было сделать Я ее направила, да, на наш сайт И это очень легкий способ знакомиться, обмениваться контактами Но поверьте, пока вы не напишите текст Не прочитаете его, не отработаете Ну, его не будет Его в любом случае не получится Поэтому это для вас будет домашнее задание Обязательное Идем дальше Следующий наш такой большой, да, этап в аудите Это проверить и сделать официальное имя и аватарку И я хочу сразу тоже перед вами, возможно, извиниться Я, к сожалению, не видела все ваши, да, аккаунты в социальных сетях Я уверена, что у многих они очень хорошие, правильные Но давайте сделать это, знаете, как вы с галочкой Что если вдруг у кого-то не так То мы просто поправим и сделаем как надо О чем я говорю? Что все-таки сайты, блоги, ники, аккаунты в скайпе, в соцсетях Должны содержать ваше имя и фамилию И кажется, вы знаете, что это достаточно такой вот Максимально простой и понятный пример, да А что же там может быть другое? Но вот как раз, когда я знакомлюсь с женщинами Причем такими, так скажем, достаточно на хороших должностях В крупных компаниях Мне часто приходят потом сообщения с почты Русалочка1964, собачка, mail.ru И ты как-то не можешь соотнести, например, вот этого человека-гиганта Корпорации, женщин в очень хорошей, дорогой одежде И тут такая почта Это не займет у вас много времени Это буквально 5-10 минут Но это важно привести свои соцсети Соцсети, сайты, блоги Вот весь ваш медиамир в порядок Для чего это нужно? Да, если мы с вами хотим, грубо говоря, заявить о себе Что вот мы есть То давайте поймем, мы хотим заявить о себе Как о русалочке, о котеночке, о доброй волшебной фее Или мы хотим честно сказать миру, что да Я Екатерина Беспятых И, грубо говоря, вот такие у меня цели на жизнь Я сейчас их буду достигать Если хотите, присоединяйтесь и смотрите, да Следите за мной Поэтому обязательно вот эти пункты посмотрите И просто сделайте нормальное описание И такой второй здесь блок отдельный Аватарка Мы, конечно, еще подробнее будем и в конце занятия Когда будем рассматривать соцсети, разберем И я знаю, что у вас будут дополнительные занятия Подробные прямо именно по оформлению вообще профилей Но это те такие вещи, которые сразу бросаются в глаза Пожалуйста, если у вас есть Убирайте всех котиков, радуг Где там вся ваша семья на фоне ковра, 10 человек Какие-то непонятные фотографии стаканчиков, еще что-то Просто выберите на данный момент Самая лучшая фотография, которая у вас есть Желательно портретные, как вам понравится Может быть с улыбкой, может быть без улыбки Но вот на ваш взгляд самое лучшее фото, которое у вас есть И, пожалуйста, поставьте его везде одинаковое Тоже очень считается хорошим правилом тона Когда у вас, например, во всех соцсетях одна и та же фотография Потому что людям, которые с вами знакомятся Им прям легко запоминать Опять же, на моем примере, Екатерина без пятых И везде одна фотография Они прям быстро, за там даже секунды не проходят Они меня считывают, что это я И представьте, если бы они меня считывали Тут Катерина Сергеевна без пятых С одной фотографией Тут бы было Катя без пятых Еще другая Тут бы было без пятых Катя Ну то есть это вроде бы не сильно критично Но, так скажем, все равно Простым разговорным языком кашу в голове наводит Поэтому что мы с вами делаем Максимально простое упражнение Привели в порядок, да Фотографию поставили везде хорошую Свою самую лучшую И имя, фамилию поменяли и выставили Идем дальше Этот слайд я сделала специально отдельно С учетом того, что наша компания все-таки женская Понятно, что у нас есть очень много мужчин И они достигают тоже больших результатов И это тоже для них будет полезно Но все-таки для нас, для женщин это играет еще большую роль Это выглядеть всегда лучше всех Выглядеть всегда на плюс один О чем я говорю С учетом того, что сейчас полностью мы, конечно, и в медиамире И встречаемся И мы представляем все-таки косметическую компанию Компанию красоты и здоровья Они там, я не знаю, тракторы мы продаем Все равно первое впечатление будет считываться с нашего лица С того, как мы выглядим Как мы одеваемся Как мы ухожены И здесь будет такое максимально простое Но очень честное упражнение для вас Также после сегодняшнего занятия Подойти к зеркалу с листком Бумаги и ручкой И записать Что вам не нравится во внешнем виде И здорово, если кто-то сейчас уверенно говорит Что да я вообще на все сто выгляжу Это просто прекрасно Но я скажу честно В своей практике не встречала таких девушек Причем, что я работаю с очень красивыми девушками Вплоть до того, что у меня есть из мисс Москвы Мисс Россия ученица И их все равно много что им не нравится Они недовольны И вы прям идете сверху вниз И пишете Что мне нужно обновить, может быть, покраску Стрижку поменять Там, я не знаю, сделать коррекцию бровей Научиться макияжу Да, взять один-два персональных урока Взять с собой косметику Это стоит не так дорого, как вы думаете Или же даже просто по ближайшему кругу знакомых Уточнить, кто умеет красиво делать макияж И сказать У меня есть такой запрос Мне нужно научиться делать красивый макияж каждый день Научи меня, пожалуйста Либо заплатить какую-то небольшую денежку Макияж Дальше, конечно, самое интересное Это вопрос тела Насколько вы удовлетворены Своим телом, качеством своего тела Если нет Опять же, вы выписываете себе на год Что вы хотите сделать Что если, например, вы хотите похудеть Там на 5-10-15 килограмм То это значит уже сегодня Мы должны с вами пить 2 литра воды Начать ходить по 10 тысяч шагов в день И там желательно правильно питаться И там 2-3 тренировки в неделю делать Но чем это дает такой большой стимул и большой плюс Что как только вы начинаете преображаться Если брать нашу, так скажем, систему MLM Что вам в этот момент, как правило, даже перестает быть нужным Начинать кому-то рассказывать Что смотри, как я становлюсь красивее Приходи к нам, да, регистрируйся Нет Люди сами сейчас видят очень быстро ваши изменения И как только вы становитесь красивее Выглядите лучше Где-то стройнее Где-то начали макияж всегда делать хороший Ходить с укладкой Одеваться как-то покрасивее, стильнее То люди сами начинают идти к вам и спрашивать А что у тебя изменилось А где ты обучаешься А что ты такое делаешь Потому что, согласитесь, нам всем всегда хочется узнать секреты Да, секреты красоты Секреты здоровья Секреты молодости И, на мой взгляд, это тот элемент Который вообще идеально Добавляет вообще в нашу жизнь Красок и гармонии Мы становимся красивее Мы становимся лучше Мы становимся здоровее Так еще мы к себе привлекаем за счет этого внимание И за счет этого можем растить структуры и команды То есть это та вещь, тот элемент Который не дает ни одного минуса По крайней мере, я его не вижу Со всех сторон одни плюсы Поэтому выглядеть всегда лучше всех Идем дальше Третий этап Этап развития Если мы номер один Или мы хотя бы стремимся к этому И внутри себя стараемся дотянуться до этого уровня Я здесь выписала такие небольшие базовые вещи Как вы себя ведете Как вы себя позиционируете Вы всегда вовремя Вы всегда вовремя звоните Вы всегда вовремя перезваниваете Если вам кто-то позвонил У вас есть пропущенный, вы перезвонили Если вам пришло письмо, запрос, сообщение Вы всегда отвечаете А желательно, ну по крайней мере раньше Такое было правило В деловой переписке В течение 24 часов давать ответ Сейчас понятно, что оно сокращается С учетом интенсивной скорости мира Но даже 24 часа это хорошо То есть на любой запрос Откуда бы вам он не пришел Вы на все всегда отвечаете И это такие небольшие моменты Но если вы себя приучите к этому То и люди к вам начнут уже как-то так смотреть На вас по-другому, что этот человек всегда вовремя приходит Вне зависимости от того, что если с 10 и 9 опаздывают А вы вовремя То это для вас сразу же поднимает Ваш социальный уровень, статус Что да, у вас назначено вас только Значит вы пришли в это время Вам позвонили, вы перезвонили И приучать себя к вот этой внутренней ответственности И вы сами будете за счет этого становиться лучше И в глазах других людей вы сразу будете так Более статусно выглядеть За счет вот таких небольших мелочей Следующий наш этап это результаты Потому что есть такое известное выражение Очень часто его как раз рассказывают на курсах По брендингу, по маркетингу Если нет результатов, вы не номер один То есть невозможно быть номером один Но при этом как бы никак о себе не заявлять Нигде не выступать Ничего вообще в жизни не добиваться и не делать Но считать себя номер один Нет, конечно же, если мы говорим про бренд Про номер один, про стремление к тому, чтобы стать номером один То это все-таки уже какие-то результаты Которые можно, так скажем, пощупать Увидеть, так скажем, материализовать их О чем я сейчас говорю Понятно, что здесь первый пункт так назван достаточно жестко Так скажем, деньги, но это про материальные ценности То есть если, как правило, мы видим, что у человека появляются новые телефоны Новая хорошая одежда, путешествия Здесь блок именно не конкретно про деньги А именно про материальные ценности То мы видим, что у него что-то в жизни явно идет как надо Что у него все хорошо Дальше, да, это как раз карьерные достижения Это награды, это места в рейтингах, это диплом И здесь, да, чем хорошо, чем хороша наша компания Что у нас достаточно регулярно проходят разные региональные события Форумы, ассамблеи, конференции, обучения Где как раз у вас есть возможность, да, выделиться Где-то получить диплом, звание, квалификации И все вот эти вещи Но это мы с вами еще будем учиться делать Мы не должны скрывать, так скажем Да, то есть мы это должны красиво, аккуратно позиционировать Что да, я вот получила такое звание То есть это все, так скажем, в нашу копилочку личного бренда докидывать И это реально действительно очень важно Переходим к пятому, да, нашему пункту Это блок продвижения Сейчас я расскажу такие общие вещи И потом уже по соцсетям далее мы пройдем Здесь еще раз я вам про это буду сегодня несколько раз напоминать Не подумайте, что так случайно получилось Просто я действительно верю, что это очень важно Первое, что обязательно вы должны для себя сделать Это презентацию на одну минуту Да, еще раз О себе, о компании, о товарах, о преимуществах Все, за одну минуту отрепетировать Чтобы потом ночью вас разбудив От зубов отлетало Второе, сделать качественные визитные карточки Я вчера все сомневалась, писать этот пункт или нет Потому что если брать современный мир, то чаще уже все говорят, да, что оно уже не пользуется визитными карточками Но потом натолкнулась на такую интересную мысль маркетолога, что сейчас, в 21 веке, визитная карточка, она не столько несет пользу и ценность именно вконтакте, который там написан, как столько в том, какое впечатление вы производите, когда вы ее даете То есть я думаю, если кто-то из вас спечатал визитные карточки, всегда знают, что, например, там за 400-500 рублей можно напечатать на обычной бумаге Но вы можете доплатить 100 или 200 рублей и напечатать, там есть touch cover бумага, есть еще какая-то там, я не знаю, с тиснениями То есть, ну, буквально вы доплачиваете эти небольшие деньги, и у вас уже какая-то такая более уникальная визитка И по мнению как раз этого автора маркетолога, что это еще один способ, как быстро за секунду дать о себе какое-то правильное впечатление Что вы даете визитку, человек ее берет, это же такой предмет осязаемый, смотрит, сразу отмечает, что ему дали не какой-то обычный листочек бумажечки Он убирает, возможно, он больше никогда не, ну, даже не воспользуется этим Но вот этот вот момент сам, произвести нужное впечатление, он дает Поэтому подумайте, да, насколько вам это актуально Я здесь, к сожалению, не могу на 100% ответить Если это для вас полезно, то действительно потратите на 100-200 рублей больше, да Сделайте дизайн чуть поинтереснее, сделайте себе хорошие визитные карточки, пусть они у вас будут Следующее, сделать отличную фотосессию Этот пункт нужен всегда и везде с учетом медиа сейчас мира Как вы знаете, есть такие шутки, анекдоты, да, когда кто-то в ресторане кушает и говорит А, сфотографировать забыл, и ему говорят, ну, не сфотографировал, не поел, значит, этого не было И сейчас часто даже говорят, что если вот в твоих соцсетях нет мужа, нет детей, нет еще кого-то То это значит, их нет вообще там в жизни и в мире Что настолько сейчас люди привыкли считывать все, что, да, вообще есть в жизни человек, что он все показывает В соцсетях, и они уже думают, что вот на 100% И, конечно же, наши хорошие фотографии нужны Но если даже, например, вы не хотите как-то прям сильно заниматься социальными сетями, туда публиковаться Я хочу вас призвать к тому, чтобы сделать хотя бы одну хорошую фотосессию Выбрать себе, да, красивую одежду, может быть, стилиста пригласить, если есть такая возможность Опять же, воспользоваться услугами, да, как я это называю, ближнего круга Поспрашивая, да, кто мог бы посоветовать Обязательно сделать себе хороший макияж и прическу Нанять фотографа И тоже, да, здесь есть всегда два пути Путь есть, так скажем, более дорогой, да, это нанять профессионального фотографа Нанять себе визажиста Нанять себе стилиста Сделать такую в студии хорошую, профессиональную, ну, фотосъемку большую Есть всегда путь более бюджетный Почему я о нем рассказываю? Я хочу вам показать, что личный бренд, что соцсети Это не всегда о том, что дорого Это о том, что можно это сделать вообще с нулевым бюджетом Например, я первую фотосъемку, когда делала, получается, что я была в декрете И у меня не было источника дохода И мне принципиально не хотелось собрать у супруга какие-то дополнительные деньги На это мне вот хотелось сначала самой зарабатывать Ну, вот именно, так скажем, на свои какие-то дополнительные вещи, не, так скажем, базовые Я просто начала спрашивать у знакомых У тебя есть фотограф, там, например, он может меня бесплатно пофотографировать буквально на полчаса-час И понятно, что какая-то часть мне ответили нет-нет-нет-нет-нет А потом кто-то написал, да, да, есть вот девочка-студентка, очень хорошие работы Отправили мне посмотреть инстаграм, там действительно все здорово И вплоть даже до того, что сейчас понятно, что мы уже на гонораре Да, что я плачу какую-то небольшую денежку за фотосъемки Но мы уже с ней вот полтора года, практически все фотосессии она мне делает То есть мы с ней так уже надолго стали, так скажем, сотрудничать Но на начальном этапе, даже если вам кажется дорого, что на это не стоит тратить деньги Вы просто узнайте, поспрашивайте по знакомым, кто у вас может сфотографировать И как минимум эти кадры вам пригодятся на ваши аватарки Для ваших выступлений, когда вы где-то будете выступать на региональных конференциях На форумах, еще где-то И в принципе, конечно, для жизни тоже пригодятся ваши хорошие кадры Запечатлеть такой, так скажем, момент И следующий здесь крупный блок Это выступать и писать То есть если вы эксперт, если вы хотите в чем-то развиваться То вы должны начать, так скажем, быть сами для себя продюсером Наверняка у вас всегда есть возможность где-то выступить Что-то рассказать, поделиться И вы уже начинаете, да, не с точки зрения, так скажем, сидеть и ждать Когда меня пригласят куда-то А вы начинаете, так скажем, жить проактивно Если особенно вы читали книгу Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей» То я думаю, вы сейчас многие меня поймете Там семь навыков Первый навык называется «Будьте проактивны» И там как раз рассказывается про два типа людей Есть люди, которые всегда вот ждут, что что-то им придет Что их куда-то позовут Что им сами предложат повышение, например, зарплаты Или там оплаты их услуг А есть люди проактивные Которые, если хотят куда-то выступать Они сами попросятся Если хотят печататься в каком-то СМИ Сами напишут туда И вот немножечко помогают Двигаться к своей цели быстрее Я эту книгу прочитала очень давно Даже сейчас пыталась вспомнить Пять-семь лет, наверное, может быть, десять лет назад И вот как-то вот это правило Я для себя настолько вживила в свою жизнь Что я понимаю, что это вот реально действительно Лучшее, что могло случиться Прочитав книгу И взять какую-то одну мысль и внедрить ее Это действительно дало такую огромную пользу Опять же на моем опыте За прошлый год я выступила на семи конференциях крупных От трехсот до тысячи женщин Именно как эксперт по тайм-менеджменту Конечно, с учет того, что у меня большой блок Что я уже, так скажем, в каких-то кругах Числюсь, так скажем, женским тренером Меня приглашают сами Но есть конференции, я их называю особо крутые Куда еще, например, меня так вот сразу не зовут Просто я думаю, потому что, скорее всего, меня еще не знают И я не вижу ничего плохого Например, в том году я так практиковала Я прям писала письмо Здравствуйте, да Та же наша, так скажем, минутная презентация Только в тексте Меня зовут так-то так-то Я из такой-то компании У меня такие-то вот есть достижения Я могу поделиться на эти темы Я хотела бы узнать Есть ли возможность выступить на вашей конференции И вот, по крайней мере, по моему опыту Когда в прошлом году я на сколько конференции так заявлялась Везде отвечали, да, отлично, прекрасная тема Подключайтесь То же самое со СМИ У меня за прошлый год вышло 17 статей В этом году вот сейчас Вчера супругу своему хвасталась В Мэри Клэр Вышла моя вторая статья Женщины, я думаю, скорее всего, знают Это популярный глянцевый журнал И они вчера мне предложили вести уже колонку Быть их постоянным колумнистом Сейчас там следующие две статьи для них пишу Опять же, если посмотреть со стороны Когда, да, я публикую в Инстаграме Статья Мэри Клэр Скажет, ом, как здорово Вот статьи уже пишет Но как это делаю я? Опять же, я включаю ту самую проактивность И я просто захожу на этот сайт Того журнала, где я хочу публиковаться Я ищу контакты редакторов И пишу им то же самое себе И говорю, что я могу писать на вот такие-то темы Вам было бы это интересно? Все, они отвечают, да или нет Понятно, что не из всех журналов мне ответили Что они меня сейчас, так скажем, ждут с распростертыми объятиями Но некоторые, вот, например, как Мэри Клэр Мы начали сотрудничать в январе И все успешно продолжается Опять же, без каких-то оплат Я не плачу ни за какие статьи Чтобы, так скажем, рекламно размещаться Но в то же время мы договорились Что они в шапке статьи пишут Что сегодня им эксперт по тайм-менеджменту для женщин Екатерина Беспятых расскажет Такие-то вводные, например, такую-то статью и дальше Текст моей статьи И в конце там еще, опять же, про меня блок целый, большой И мне это интересно И для них это хорошо новый контент Но я вам хочу привести и показать этот пример С точки зрения того, чтобы не бояться самим что-то делать Не бояться стучаться в закрытые двери Что могут сделать для вас самое плохое? Вот захотите вы выступить, например, на региональной конференции Сказать, что вот я там Маша Иванова, например Я сейчас очень хорошо разбираюсь Я не знаю, например, там в красоте для женщин в макияже И хотела бы провести какой-то живой мастер-класс Да, там, например, прям вот сделать макияж на сцене Ну что самое плохое может быть, если вы сделаете такой запрос? Ну максимум вас скажет Ну, к сожалению, нет, у нас там расписано Все, вы сказали хорошо, ничего страшного Пошли стучаться в следующий раз Но если вы не попробуете Тогда здесь даже нет вариантов ответа Да, здесь ответ очевиден, что у вас не будет ничего Но когда вы начинаете хотя бы стучаться, так скажем Я это всегда называю, в дверь То есть шанс, что откроют Но если стоять перед этой дверью Да, и опять же, вот сейчас родился очень простой образ Который легко представить Да, вы пришли к кому-то в гости И стоите перед дверью И ждете Ну, наверное, мне откроют И вы можете мечтать, что вам откроют Можете молиться, что вам откроют Но вот не открывают, и все Да, и вы ушли И еще потом раздосадованы Не получилось Но можете элементарно постучаться И уже тогда шанс, да Как вот, так скажем, в теории на 50% вырастает Если человек дома, откроет он вам или нет Поэтому здесь также, да Когда вы поняли, что вы хотите рассказывать людям О чем вы хотите говорить Начинайте заявлять о себе Не бойтесь В этом нет ничего страшного Но чем больше вы будете предпринимать попыток Да, тем больше на вас будет отклик Ну и дальше, конечно, я всегда тоже это добавляю Здесь я, конечно, уже про это не написала Когда вас где-то, так скажем, приняли Да, что, например, с выступлением Например, со статьей Постарайтесь сделать все от вас зависящее Чтобы сделать это лучше всех Для чего это нужно? Чтобы вас и в следующий раз туда, например, позвали Или, например, передали эту информацию другим людям О чем я говорю? О том, что когда мы начинаем выходить, так скажем, в свет В люди, в мир То очень много у людей, так скажем, связи Да, на примере телевидения В прошлом году я попала на эфир передачи Сейчас не забыть бы, да, правильное название Прямой эфир с Андреем Малаховым На Россию, экспертом То есть там вот есть, наверняка, кто смотрит передачу Видел диваны На них сидят эксперты Меня туда пригласили Там посидеть, как-то прокомментировать Мои, к сожалению, слова практически все вырезали Потому что после этой передачи Мне сказал главный продюсер передачи Что я слишком интеллигентная для этого шоу Что там надо было кричать Как-то яро выражать свои эмоции Как выяснилось, у меня, видимо, какого-то моего уровня интеллигентности Не позволил перейти эту грань И сначала я немного расстроилась, конечно Думаю, ну, наверное, не все взяла, да Что могла, так скажем, от этого шанса Но как бы спокойно ситуация отпустила И через два дня позвонили уже тоже с того же канала России Продюсер там новогоднего огонька Который идет 31 или там 1 числа Который просто был и видел, как я держусь в кадре Говорит, у вас, говорит, очень хорошее лицо Приходите к нам на новогодний огонек Нам надо посадить со звездами Кого-то рядом сидеть И там, может быть, какие-то тосты сказать Я попала туда И вот так вот, когда вы начинаете заявляться И вы делаете все хорошо Вас начинают советовать Вы что-то сделали, например, написали одну статью Вас просят еще написать И когда вы что-то делаете Вы, пожалуйста, делайте это действительно На максимум своих возможностей Вот вас пригласили выступить, да Я не знаю, например, на встречи, да С консультантами Всегда есть, опять же, два способа прийти и сказать Так, ну, ребята, я уже 10 лет в МЛМ Что вам рассказать? Каталог у нас хороший, товары хорошие Берите А можете действительно прийти И выложиться на максимум своих возможностей Потому что я очень люблю приводить Такой простой пример, что Время, оно одно Вот сейчас, да, там, без 10-7 Оно идет И хотим мы этого, не хотим Но вот с 6 часов, как я начала вещать Это время проходит И всегда есть два способа Можно посидеть, тихо, спокойно Прочитать слайды, не особо вдаваясь, да И для галочки сделать А можно действительно постараться Отдать ту пользу, которая у вас есть И это, конечно, такое больше, наверное, философские размышления Не с конкретным каким-то, да, посылом Но для себя вы должны, да, понимать Что если вы хотите развиваться Если вы хотите строить свой личный бренд Если вы хотите стать номером один Привыкать делать все на максимум ваших возможностей И идем дальше Следующие наши слайды Я хочу сделать вам небольшой пример Того, да, как, например Мы хотим вести соцсеть Возьмем, для примера, инстаграм И у вас, возможно, сейчас возник такой вопрос Екатерина, все прекрасно рассказано Личный бренд, аудит, фундамент Класс Но что конкретно мне делать И вот, как правило, я очень люблю отвечать на такие вопросы Потому что, конечно же, теория хороша и важна Но, на мой взгляд, все-таки в 21 веке обучение Оно больше важно своей практической частью А не теорией Поэтому приведем с вами и посмотрим вместе, да, один из примеров Например, мы ставим себе Стать экспертом номер один в сфере красоты и молодости для женщин в Самаре Я выбрала специально узкую нишу Спозиционировала ее на конкретный город Да, то есть не так, что, например, сейчас вам, как знаете, космос Стать экспертом номер один в красоте в мире Вот обогнать всех визажистов, всех косметологов и стать Это мы все с вами прекрасно понимаем Что, ну, конечно же, наверное, возможно, да Но шансы действительно невелики Но, например, стать номером один в сфере красоты и здоровья В определенном городе вполне реально Дальше, что мы с вами определяем Дата старта, когда мы хотим вообще всем этим начать заниматься Да, например, это 1 марта, да, вот скоро у нас Ближайший месяц или 1 апреля Там вы уже по своим силам как-то начинаете заниматься этим Что я обычно люблю всегда делать Я просто, ну, опять же, на личном примере То, что я всегда делаю и всем советую Выбирая себе, да, для ориентира примеры А на кого мы хотим равняться И это не о том, что вы станете, например, таким мужчиной или женщиной Но какой-то такой, как маячок, куда можно подглядывать и смотреть То есть, например, здесь вот в сфере красоты и молодости Я выписала три медийные личности Вы можете быть согласны, не согласны Это, так скажем, не какие-то слова для обсуждения Вы можете своих написать, но, например, да, Тина Канделаки, Валерия, Юлия Барановская У них красивый инстаграм-аккаунт И они рассказывают о том, как они за собой следят Они рассказывают, какие они делают уходы за собой Особенно если брать Тину Канделаки, да, она сейчас выпустила Какие-то свои товары, она часто про это рассказывает И мы начинаем просто следить за ней, смотреть О чем она пишет, как часто она пишет Какие она статьи публикует Как она рекомендует, чем пользоваться И мы это все берем через призму того А что я для себя в своей соцсети могу от них взять Какую пользу получить И, как правило, например, у меня есть отдельный блокнотик Вот я так полтора года назад начинала Я себе выписывала какие-то такие полезные лайфхаки Которые могут быть Дальше мы с вами определяемся А о чем будет ваш аккаунт Вот вы в соцсетях, кто вы Как правило, я сейчас практически на 99% уверена Что, скорее всего, да, вы показываете свою жизнь Насколько это есть возможно Плюс добавляете, так скажем, жизнь Фаберлика Там, может быть, акции публикуются, может быть, еще что-то И, скорее всего, там, может быть, тоже 10-15% семейной жизни Там по разным убеждениям показываете На этом этапе мы с вами должны определиться О чем мы хотим вещать Какая тематика нашего блога Потому что людям очень важно понять Когда они заходят на ваш аккаунт О чем здесь То есть здесь про красоту Здесь про здоровье Здесь про то, как, например, дополнительно зарабатывать По 20-30 тысяч рублей в месяц на дополнительной работе Здесь про то, какие есть новинки Что, да, для чего Что здесь Например, если мы берем, опять же, нашу тему Эксперта номер один в сфере красоты То, скорее всего, это должен быть экспертный аккаунт В котором публикуются, например, 5 лучших средств для макияжа Там, я не знаю, самое лучшее средство для век И вот разбираться И элементы лайфстайл Что такое лайфстайл? Лайфстайл по-простому, так скажем, по-русски Сейчас очень модное, так скажем, английское слово Это стиль жизни Это как раз-таки показывать то, как вы живете Но здесь тоже очень важный нюанс Показывать все-таки свою жизнь очень выборочно И так скажем, ее, чтобы никого не обидеть, красиво То есть, если вы живете на данный момент, может быть, не в самой фотогигиеничной квартире То не надо фотографировать там кружку чая недопитую с пакетиком на скатерти И рядом каталог Да, я уверена, что так, конечно же, никто не делает Но специально делаю вам такой яркий образ, который вы представляете Что, ну какая ассоциация? Ну, наверное, не очень Или же, да, вы, например, зашли в кафе Да, там вы, может быть, ходите в кафе не каждый день Но, например, там с супругом вышли куда-то Или с подружками встретили Заказали себе ту же чашечку кофе Мне прям хочется, конечно, показывать прям, так скажем, на руках здесь это все Поставили чашечку кофе Выложили каталоги Положили, может быть, рядышком телефон Сфотографировали Это уже покрасивее, согласитесь И вы должны тоже учиться делать вот такие красивые картинки Я сейчас не буду сильно глубоко в это, да, уходить Потому что я точно знаю, что у вас будут именно отдельные уроки обучения, да По тому, какой контент, как его подготовливать Какие вообще есть разновидности Но вот, так скажем, небольшие какие-то мысли, которые есть у меня Хочу до вас донести, чтобы вы уже их начали, так скажем, себе в голову Закладывать Что мы смотрим дальше? Целевая аудитория И сейчас есть такие очень большие споры Вообще нужно на нее ориентироваться, не нужно То есть вот пока еще, так скажем, мир маркетинга не определился до конца Но на мой взгляд, опять же, по своему личному опыту Очень важно понять, а для кого вы ведете свой блог То есть, например, да, опять же, личный пример Если у меня женский аккаунт И у меня тайм-менеджмент для женщин Будет очень странно, если я буду в своем аккаунте писать про мужчин В плане, например, там, я не знаю, про каких-то мужские, там, я так скажем, ценности, там, я не знаю, машины или еще что-то Нет, у меня все заточено на то, что я знаю, кто меня читает Да, это девушки от 20 до 35 лет И там дальше несколько категорий Да, например, что это мама в декрете Это, например, успешные девушки-карьеристки, которые строят карьеру, но не успевают, так скажем, жить полноценной жизнью И девушки с собственным бизнесом, которые хотят немножечко тоже выдыхать, так скажем, от бизнеса И как-то свою жизнь гармонично настраивать И я примерно понимаю, какие у каждой из этих категорий есть проблемы И также вы, когда вы пишете про, да, например, красоту и здоровье Вы понимаете, что, скорее всего, вас читают девушки, читают женщины Поэтому даже вы через вот эти вот мелочи можете уже к ним обращаться, да, там, девочки, девушки, женщины, дорогие мои Но как-то уже постепенно через все вот это переходить Следующее, контентная стратегия Здесь я просто вам хочу поделиться, да, что есть три крупных направления, да, когда вы введете свой блог Это продажи, продвижение, вовлечение Это как раз проведение разных конкурсов Это написание о себе, это написание статей полезных Но сейчас углубляться не буду, потому что вас точно знаю, что по контенту будет отдельное занятие Как раз вам для затравочки приходите обязательно слушайте все следующие занятия Чтобы у вас как раз было не только понимание первого урока Но полностью сошелся пазл, и вы уже знали, что делать И дальше, например, оформление аккаунта Как я вам сказала еще раз, всех котен, как мы с вами говорили, русалочек, котят, зверят Переименовать на имя, фамилия Дальше, вот здесь не успела расшифровать УТП Что это такое? Это уникальное торговое предложение Его, конечно, часто употребляют, так скажем, в рыночных отношениях Но если брать нас с точки зрения блогеров, людей, которые делятся своим мнением О чем вы? Вот, например, я захожу в ваш аккаунт У меня есть буквально 3-5 секунд, чтобы решить, буду я на вас подписываться или нет И мне нужно понять, что я здесь найду Да, что вы так и пишете Эксперт в сфере красоты и здоровья Строю карьеру в Фаберлик Ну, то есть вот прям четко, сразу, по делу И здесь как раз не нужно писать Волшебная фея, люблю весь мир Там, счастливая жена Там вот это вот самое частое, то, что любят Обычно написать счастливая жена Там, любящая мать Это все мы такие, это прекрасно Но здесь, опять же, как помните, я вам говорила, да, там минут 20 назад У вас должен быть крючок Чем вы зацепите людей Да, научу секрета молодости Расскажу о том, как все успевать То есть что-то такое уникальное, что человек заходит и поймет Да, мне это интересно, буду смотреть И вот здесь тоже выберите для себя, что это может быть Опять же, на 100%, так же, как и с минутной презентацией У вас не получится, что вы сейчас сели и сразу вписали Например, у меня, по моему опыту, это заметка Обычная в телефоне, где я постоянно думаю, как лучше туда написать Меняю периодически описание профиля Пытаюсь, да, сделать самое, так скажем, хорошее И дальше, например, в Инстаграме Чем хорошо? Есть активная ссылка Туда вы можете добавить самое вот лучшее предложение Да, сейчас, я думаю, все уже знают, что идет акция 1000 рублей всем новичкам Вот, на мой взгляд, я извиняюсь, грех это не использовать, да Подпишись, получи 1000 в подарок Получи 1000 рублей на косметику Я не знаю, купи себе там, я не знаю, набор для макияжа Ну, то есть вот попридумывать, покреативить разные названия Сразу туда ссылку на регистрацию Ну, то есть это вот максимально идеальное И все, и использовать это, потому что чем хорошо, что Инстаграм полностью дает нам возможность Рассказать и о себе Рассказать полностью о том, в чем вы уникальны И еще и в итоге, да, дать вообще какую-то ссылку на себя Да, и на ваше уникальное предложение А тем более сейчас, когда компания Ну, вот скажу честно, 5 лет назад, когда я вам рассказывала, я работала У нас наш максимум был, это мы дарили 300 рублей подарок новичку Но вот 1000 рублей, я скажу честно, я, например, по крайней мере в своей истории не помню Возможно, что-то такое было, но на мой взгляд, это просто шикарное предложение И опять же, когда у вас есть социальные сети, то надо обязательно использовать Потому что компания вам помогает, называется только бери и делай И последняя наша здесь часть, это рубрики После того, как вы поняли, да, что, например, вот ваш аккаунт Вот такое здесь имя, фамилия, такие-то данные Встает вопрос, а как же мне теперь вообще все это совмещать, все писать И я предлагаю максимально просто, опять же, написать Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница И здесь вы расписываете, например, по понедельникам вы пишете полезный контент Да, о чем я говорила, например, топ-5 лайфхаков для красоты Топ-5 лучших кремов для женщин 40 плюс от Фаберлик Лучшее средство, там, я не знаю, из косметики для дома Во вторник, например, вы, если вы хотите, да, показываете свою семью Пишите что-то о семье, о себе Среда, там, про карьеру, бизнес, да, можете же сказать А у нас сейчас в компании такие-то новинки А у нас такие-то достижения А компания наша ушла в такой-то рейтинг И опять же, если брать нашу компанию, Фаберлик То они такое огромное количество информповодов есть Что вот здесь, честно скажу, даже придумывать не нужно Вы знаете, есть у людей проблемы, когда они не знают, за что бы им зацепиться И вот они мусолят, мусолят одну тему Но здесь у нас всегда есть про какую-нибудь из патентов рассказать Какую-то фотографию из производства, да, которых тоже сейчас в интернете есть выбрать, добавить Про какую-то акцию дать анонс То есть что-то всегда рассказывать Дальше, например, мы идем Четверг, полезный контент, пятница, хобби Суббота, воскресенье мне стало добавлять Только с точки зрения, что, может быть, это более такие должны быть выходные дни Но для чего вот эти рубрики? Это не для того, чтобы вы жестко всегда знали, что так, в понедельник, строго только это Это для того, чтобы вам было проще, чтобы у вас был какой-то ориентир Да, потому что когда есть вот эта карта, да, вам все-таки проще знать Так, ну вот сегодня я про это напишу, завтра про это Конечно же, бывает так, что, например, в какой-то из них у вас что-то там произошло Да, вы куда-то выехали, у вас какое-то мероприятие, у вас много было встреч Да вы просто устали и не успели ничего разместить, ничего страшного Вы берете следующий день, пишете Да, но вот такое Когда есть направление, вам все-таки проще, когда это есть Ну что, из такой образовательной части мы как раз закончили Я очень хочу перед тем, как перейти, да, к ответам на вопросы Еще раз сделать резюме Так как вы поняли, что уже я в сфере образования Мне очень важно, чтобы все было четко структурировано и по полочкам Поэтому можете сейчас для вас этот слайд или записать, или взять телефон Да, как сейчас модно сфотографировать И отметить в себе, о чем мы проговорили Но здорово все послушать Но все-таки я буду гораздо более рада, если помимо того, что вы просто послушали Вы себе что-то зафиксируете Даже если вы сделаете Про что мы говорили Первое, написать и заучить минутную презентацию о себе Мне прям настолько хочется, чтобы вы это все сделали Чтобы вас от зубов отскакивало, да Как вас зовут, из какого, например, вы города, чем вы занимаетесь, в чем ваше уникальное предложение В чем вы хороши, в чем вы эксперт Следующее Проверить и сделать официальное имя и аватарки Это то, что вы можете уже сегодня сделать И у вас на это займет, да, буквально 30-40 минут свободного времени Привести в порядок вас, да, во внешнем, в медиамире, везде навести порядок Третье Сделать профессиональную фотосессию Опять же, я вас прошу не пугаться Не думать, что это такой какой-то мега сложный процесс Можете просто, да, найти ближайшего знакомого с фотоаппаратом Поспрашивать по друзьям, по подружкам, там, может быть, по знакомым И сделать себе хорошие фотоснимки Они вам точно пригодятся И далее это сделать обновление социальных сетей Это про то, о чем мы сейчас с вами говорили Это поставить вашу лучшую фотографию, да, на аватарку Указать имя, фамилию Подумать, чем зацепить, да, вот в этом уникальном торговом предложении Крючок, да, почему вот я зайду и захочу на вас подписаться В чем вы эксперт, чему вы меня можете научить Может быть, вы про молодость расскажете Может быть, вы расскажете, как 10 минут в день заниматься и худеть Я не знаю, на килограмм в день, что, да, какое-то вот такое интересное Добавляем активную ссылку Особенно сейчас, конечно, я просто практически молчу С акцией тысячи рублей в подарок, естественно, это надо использовать Далее мы с вами прочищаем контент и смотрим фотографии Которые не подходят по стилистике вам Которые некрасивые, нехорошие То есть вот не боимся их удаляем и убираем Дальше выбираем, пишем рубрики на каждый день Про что вы хотим писать И самый важный пункт После того, как мы все это расписали Мы не просто берем и вот так переворачиваем А мы начинаем это делать И, конечно же, в какой-то момент мы будем уставать Нам будет сложно, нам будет надоедать Мы будем задавать себе вопрос Да зачем мне вообще там этот инстаграм или вконтакте нужен Но, вспоминая первые минуты моего выступления Мы с вами наметили точку B Куда мы хотим прийти Мы хотим стать экспертами, да, в своей определенной теме Мы хотим стать номером один И мы к этой цели идем И понятно, что не всегда все вот прям вот по красной дорожке выстилается Но мы знаем, куда нам впереди нужно дойти И постепенно к этому приходим Поэтому с контентной полезной частью у меня для вас на сегодня все И сейчас мы с вами перейдем к вопросам И с большой радостью, с большим удовольствием Я хочу представить, что сегодня в нашем офисе Откуда у нас идет трансляция Не только я одна и Дмитрий Сегодня у нас в гостях Екатерина Ионкина Это старший директор московского региона И я думаю, будет очень полезно узнать, какие у нее есть вопросы Потому что я вам давала все-таки тот контент, который есть у меня А здесь перед нами есть человек, который занимается конкретно фаберликом Социальными сетями И у нее есть наверняка те вопросы, которые интересуют лично вас Сейчас мы сначала как раз поговорим с Екатериной Да, я отвечу на ее вопросы А также мне подготовили вопросы, на которые я также для вас отвечу Их не очень много Я думаю, очень быстро мы с вами сможем управиться Здравствуйте, Екатерина Здравствуйте Ну я хотела бы поздороваться со всеми Добрый день Меня зовут Екатерина Ионкина Я в компании чуть больше двух лет Старший директор московского региона И я мама троих детей И я точно знаю, что с компанией можно зарабатывать И я пыталась презентацию показать Хорошо, хорошо Вот И сразу отработать материал Да, да То есть раньше работала в банке Но сейчас я с тремя детьми работаю в компании Вы хотели бы зарабатывать И я вам могу в этом помочь Ну вот, наверное, у меня как-то так еще не очень получилось Но это, конечно, хорошо Самое главное, что получили материал, сразу отработали Это очень полезная вещь Это здорово Это прям номер один Я хотела бы задать вам вопросы Во-первых, про тысячу рублей в шапке профиля Вообще супер Как я раньше не додумалась Я думаю, что, Екатерина, не только вы А вот сейчас, я думаю, нас смотрят тысячи людей И не понимают, почему к ним новички не идут А просто вы хотя бы их пригласите Вы хотя бы попробуйте это сделать И вопросы у меня, конечно, про семейные фото Отлично Трое маленьких детей Вроде бы иногда хочется показать, что я мама, я успеваю работать У меня есть Да, да, есть Но иногда думаю, что вроде бы детей как-то не принято показывать Нужно ли вообще для личного бренда выставлять фотографии детей И сразу встречный вопрос, чтобы дать более полноценный ответ А самой хочется показывать? Ну, то есть нет каких-то убеждений или еще чего-то в голове? Ну, что их хочется приберечь, например, и не показывать, например, во внешний мир Ну, иногда хочется Ну, иногда хочется поделиться Иногда хочется, да Ну, вот Чисто по-женски Да Смотрите, здесь все очень просто Я люблю тоже про это делать отдельный акцент Что личный бренд, это не про то, как мы берем и всю свою жизнь вот наизнанку выворачиваем Что вот все мои дети, вот мой муж, вот так я живу, вот так я просыпаюсь Конечно же, сейчас очень много блогеров, которые очень популярны, потому что они практически всю свою жизнь вот так вот проводят Проснулись, умылись, покушали, спать легли Но на мой взгляд, все-таки личный бренд это про то, насколько мы готовы позволять чужого человека впускать в свою жизнь Опять же, как вот сегодня я много говорю на личном примере, я думаю, это будет полезно Да, у меня тоже двое маленьких детей, три с половиной года и полтора года И без каких-то, так скажем, суеверий, предубеждений, мне просто было некомфортно показывать своих детей И, например, пока они не дорастали до возраста года полутора, я их вообще не показывала Вот, например, у меня многие не знают, что у меня есть дочка, хотя уже она доросла до года, потому что ее не было в соцсетях И мне было просто как-то вот, ну, мне не хотелось ее показывать особенно Потом она уже подросла, как-то где-то на общих фотографиях она появляется Но здесь нужно понимать, что вы владелец этой страницы, вы строите, да, например, там свой личный бренд Вот как вы хотите, так и должно быть То есть, на мой взгляд, не должно быть каких-то четких убеждений, что кто-то вам приходит и говорит Екатерина, публикуйте всех своих детей во всех рапорсах, во всем, во всем И тем более, как правило, если брать, да, то, что у нас все-таки, да, компания, мы хотим ее все равно показывать Через точку зрения бизнеса, карьеры, успеха То, конечно, когда мы начинаем постить своих детей, там, как правило, обычные бытовые снимки Ну, то есть, это не особо-то интересно Но, например, я не вижу ничего плохого в том, чтобы, например, иногда какую-то фотографию все вместе разместить Или если посмотреть на звезд нашего шоу-бизнеса, да, то вот, например, есть Лисанна Тутяшева, известная гимнастка Павел Воля Они своих детей только вот со спины показывают То есть, они говорят, что вот вроде как дети у нас есть, но вот не хотим мы их на всех показывать То есть, ну вот где-то со спины можете приглядеть То есть, поэтому здесь самое главное для себя определиться, что вам комфортно Комфортно показывать? Тоже здорово, почему бы нет? Но если брать, конечно, когда мы понимаем, что блог про карьеру, про успех, про достижение То, конечно же, делать пропорцию, что просто процентов 10 этих снимков Ну, там, один на девять, а не так, что семь снимок детских, да-да-да И потом последний, там, например, про Фиберлик Ну, вот в этом плане я молодец, потому что у меня действительно только одна фотография семейная с фотосессией Вот, особенно хорошо, когда с фотосессией сделали хороший кадр Да, хороший кадр, да, я здесь поставила Здорово, еще что-то есть? Да, вопрос у меня еще такой Ну, мы же зарабатываем И это прекрасно Я очень часто вижу в сети, как люди фотографируются с деньгами Ну, у меня как бы тоже нет такого, что вот я, хотя я и зарабатываю Но я поняла Но с деньгами я не фотографируюсь Нужно ли это вообще? Привлекает ли это людей, когда ты стоишь с веером денег? Я думаю, если брать с точки зрения посмотреть, это 100% привлекает Потому что даже вот вы же, например, как раз обращаете на это внимание, делаете акцент Ну, я вижу, когда своих коллег Да, но, например, здесь, опять же, вот насколько это гармонично ложится вам То есть, например, в моем понимании, опять же, так скажем, этого мира, что намного проще или, как сказать, интереснее поделиться, что вот где-то в путешествии Как правило, люди понимают, что если ты выехал в путешествие, значит, у тебя есть деньги Или, например, ты заработал там на новый айфон, у тебя где-то фотографии промелькнуло То есть такое Здесь, скажу честно, вот у меня какого-то прямого понимания нет Для меня, я не знаю, может быть, это плохо, хорошо, тут как-то безоценочно Но для меня это немножко диковато выглядит Особенно, когда вот эти вот такие веера, ну, как бы здорово Ну, я не знаю, мне кажется, можно, так скажем, свой заработок, достаток все-таки показывать через другое И, наверное, тоже, что стоит заметить, отметить тот факт, что вот сейчас чем хорош, да, например, Инстаграм или соцсеть Мы можем видеть всех звезд, да, певицы, актрисы, спортсмены Но я вот не помню, может быть, один-два там, так скажем, персонажа, кто так делает Но все-таки остальные-то у них еще больше денег Они могли бы с чемоданами фотографироваться, но это не делают Поэтому здесь, конечно же, вот как раз вот та тема, про которую я говорила Стиль жизни, лайфстайл, лучше через это показать Лучше показать, что вы в хороший пансионат съездили, отдохнули Все равно, как правило, люди, так скажем, этот ценник, доллар, очень быстро считывают Когда вы видите, то ли вы где-то на Черном море просто отдыхаете, на Гальчике То ли вот там кто-то поехал, там, я не знаю, в ту же Турцию, Таиланд, Вьетнам И для них уже это показательно Ну, также, наверное, каталожные фото, не стоит выставлять Каталожки из каталога Ну, смотря в какой формате Вот здесь я хочу еще сейчас посоветоваться тоже с нашими коллегами Будем ли мы разбирать, сегодня успеем ли мы аккаунт в соцсетях Надеюсь, мне подскажут Вот, и тогда мы решим Просто даже тот же каталог, на мой взгляд, его можно подать всегда с двух сторон То есть можно, на мой взгляд, сделать какую-то красивую раскладку Что-то положить, рядышком, там тоже, да, кофе, ноутбук Вот я, кстати, так иногда делаю Вот, это очень красиво, это очень здорово Можно, да, там, выбрать по-простому Вот так вот где-то, я не знаю, сфотографировать с плохим светом То это как-то очень тяжело, конечно, читается И надо понимать тоже вопрос, вот зачем мы его выкладываем Если мы просто хотим показать, что мы, да, в компании Faberlic То лучше, наверное, вот неким лайфстайлом его цеплять Но если мы хотим что-то показать изнутри Есть сейчас прекрасный фотобанк В котором мы можем, да, сделать нормальные, красивые фотографии С хорошим качеством Написать, какие нам нужны тексты И, конечно, в этом плане стоит отметить, что компания Ну, со всех сторон, с которых может Пытается облегчить жизнь Чтобы вот, ну, как можно меньше было рисков сделать некрасивое что-то Что вот, ребята, девушки, парни, для вас есть фотобанк Просто скачивайте, вписывайте Даже не нужно ничего придумывать, все будет красиво Поэтому, конечно, если хочется каких-то уникальных фотографий То очень аккуратно Но вот я еще тоже хочу призвать пользоваться фотобанком Потому что действительно там огромное количество Интересных шаблонов и материалов Сейчас я хотела как раз узнать Мы будем разбирать, успеваем? Как решим? Разбираем Отлично Вопрос еще по фотографии, я поняла Отлично А про текст Пост, да Как правильно его написать, чтобы было интересно читать Давайте мы тогда как раз перейдем на аккаунт Сейчас, я думаю, все наши пользователи тоже смогут увидеть Что мы хотим посмотреть И как раз на примере сможем рассмотреть Отлично, что сразу, да, какие есть плюсы Это фамилия, имя, да Не русалка 19, 64 Котенок, да, там и так далее Отлично Дальше описание, да Много мама может быть директором Обучаюсь с нуля и помогаю зарабатывать Поверь в себя, вставай и делай Помогу заработать за 30 тысяч рублей Пиши сюда Отлично В целом, например, чтобы я сюда добавила Опять же, про акцию Не просто пиши сюда вопрос А зачем мне туда писать Ну вот, например, у меня Ну, как бы, ну, непонятно Зачем мне туда писать Да Там, я не знаю Получи подарков на тысячу рублей бесплатно Ну вот, этого уже, я думаю, все поняли Потому что надо покреативить Подумать, что вот сюда такого цепляющего Дописать, добавить В принципе, я не знаю Если какая-то логика Почему не написано, например, в Берлик То есть с учетом того, что у нас достаточно Крупная компания В целом, так скажем Компания с чистейшей, хорошей репутацией Тоже, да, можно прям написать Старший директор компании Может быть, потому что иногда думают Что, а, это сетевой и не верят Не пойдут Но, с другой стороны, вопрос в том, что Ну, вот они пролистают Все равно увидят Буквально секунда пройдет И они уже такие А, ну, Фаберлик То есть, как бы, в принципе, уже тогда скрывать-то и нечего Но, с другой стороны, тем, кому интересно Вы сразу покажете, да Что это Фаберлик Тем более, мы сейчас знаем много компаний, да МЛМ, которые, наоборот Очень жестко, активно Именно концентрируют свое внимание Да, что это сетевой маркетинг Это такая-то компания И понятно, что есть часть людей Которые не идут к ним Но есть часть людей Которые сразу видят Что, да, мне сюда И это тоже хорошо Дальше, сторис Сейчас, я думаю, мы их просматривать не будем Но, как минимум, просмотреть Точно ли все актуальные и нужные здесь Которые не нужны удалить И второй момент Это, я думаю, еще будет отдельное у вас занятие Там, как раз, скорее всего, будут шаблоны Сделать их красивыми Сейчас мы еще вот так Попробуем сделать сразу Я хочу зайти на свою страницу Чтобы вам Да, у вас я заметила Красивые обложки Быстро понять Да, причем это занимает по времени Вот буквально один раз сделал В жизни потратил 10 минут И навсегда уже, например, красиво То есть вот они обложки Их можно сделать в разных цветах В разных названиях То есть вот максимально любых цветов Но они как-то, я думаю, вы согласитесь Все какой-то порядочек Такой красивый выдают Обязательно это сделаем Да, это прям очень-очень просто Дальше смотрим Размещаются фотографии Я скажу честно Я ваш аккаунт уже проглядела Вчера вечером Если брать, что не делала бы я То есть вот такие вот картинки Они больше похожи сейчас На какие-то рекламные Причем не современные Вот это бы я точно заходила в фотобанк Выбирала оттуда Если брать какой вот блок Мне прям вот по максимуму понравился Например, это вот эти вот 6 фотографий Это шикарно Это фотосессия Вот, наверное, сразу видно Единственное, что, может быть, я бы разбавила Здесь не прям вот, так скажем Одни бюстгальтеры, нижнее белье А может быть, вот чуть-чуть подразбавила сюда Вот Опять же, да, каталог Вроде бы обычный каталог Ну, красиво лежит Симпатичная рука С хорошим маникюром То есть, ну, нет никакого, так скажем, отторжения Дальше Вот такие вот вещи Я, конечно, вот просто, так скажем На свой взгляд Я бы их точно отсюда убирала Потому что, когда ты вот видишь Примерно вот в таком формате описание Тебе сразу кажется, что это на что-то Я прошу прощения А я сама сделала эту картинку И знаете, сколько я уже видела в интернете? Разошлась Разошлась Вот, но теперь, если есть, тем более, опыт оформления Надо теперь фотобанки, главное, сделать посимпатичнее И все Да, ну, конечно, я думаю, вот сейчас тоже Все пользователи, кто смотрит Очень сразу видят, да Фотосессию от обычных фотографий Но тоже, если, конечно же, вопрос, что вы хотите развиваться И хотите стать номером один То, может быть, раз в месяц-то все-таки Стоит потратиться или как-то договориться Чтобы сделать себе 30 кадров, да Как правило, это одной фотосессии Можно сделать 30 кадров И, по сути, если публиковаться в день по посту То нам реально хватает одной фотосессии на месяц Просто прекрасно Ну, так главное, что все хорошо И, конечно же, вот все, что с текстами, да Вот с вот этими большими Я бы все-таки подумала, посмотрела Альтернатива фотобанки Что сюда можно убрать Дальше, чем еще полезно Введение рубрик Когда, да, например, вы решите На какую тему прям вот хочется писать, да Можно их тоже как-то выделять, например, в один столбец Полезные материалы То есть, например, выбрали какой-то из фотобанка Здесь просто пример не вижу Ну, вот даже, например, да С вот этими кругляшочками И, например, для структурности Вы можете их все всегда вести в одной колонке Ну, тогда нужно сразу размещать несколько постов Ну, не несколько Вы просто будете знать, что каждый третий пост Например, у вас вот такой, да Так скажем, с таким оформлением Но, я думаю, мы еще Либо мы, так сказала, от себя Либо человек, который будет как раз вам рассказывать Еще более подробно про контентную часть Да Он расскажет про то, как вот лучше именно оформлять по фотографиям Но, что хочется отметить Я думаю, что все сразу замечают, да Насколько красивые кадры, да Когда какая-то профессиональная фотосессия Вот просто сразу на уровень Ну, вот лично, на мой взгляд Да, вот посмотреть шесть фотографий Тексты непонятные Вот здесь вообще, да Прям хочется узнать, что там автор сделал Но, опять же, это все прекрасно И, что немаловажно вас научить Что можно ставить обложку на эту красивую И тогда у людей будет, ну, наверняка больше желания Чем такое, что же там в тумане такое находится Зайти, нежели так И, конечно, я прям очень рекомендую Серьезно задуматься над фотосессиями Да, на хотя бы одна в месяц Но она сразу, ну, так скажем Выводит аккаунт, ну, просто на другой уровень Я думаю, вы сами это замечаете Но самое главное, что опыт есть Поэтому главное его теперь сдублицировать И ввести, так скажем, в постоянный режим Вот, но это если брать какой-то такой наш минимальнейший разбор Надеюсь, было полезно Я думаю, мы сейчас Очень полезно Еще, да, придем к вопросам от зрителей Поотвечаем И уже, наверное, будем закругляться Чтобы вы еще поуспевали Свое домашнее задание Которое я сказала выполнять Итак, идем по вопросам А как быть закрытым девушкам? Вопрос от Ирины Я так подразумеваю Закрытым девушкам Это либо, скорее всего, по вере Да, может быть, есть закрытые Либо, может быть, те, кто не хочет Публиковать особо себя в соцсетях Показывать свою личную жизнь Ну, как-то вот вообще самовыражаться Таким девушкам я бы для начала Вообще поставила вопрос А точно ли вам нужен персональный бренд? Да, то есть, если вы не хотите Показываться в обществе То достаточно сложно представиться Да, как себя раскрутить Ну, не показывая себя Хотя, хотя есть сейчас такие примеры Когда, например, девушки фотографируют Только руку Или себя только со спины размещают Но это все, конечно, на мой взгляд Достаточно сложно Поэтому подумайте Точно ли вы хотите Да, в эту, во всю историю идти А если вы хотите, да, грубо говоря Стать номером один в чем-то Или стать экспертом Подумайте, как тоже вы тогда Можете это использовать Допустим, даже с точки зрения того Чтобы не публиковать свою фотографию постоянно А просто начать вести аккаунт Где у вас будут красивые фотографии Которые, вот я говорила Да, например, с фотобанка Там сейчас огромное количество есть Просто красивый структурный аккаунт Пишите посты полезные Вам тогда для примера Обязательно посмотреть Блоги в Инстаграме Экспертные Там есть такие блоги В которых нет вообще фотографии личности Но там очень много полезного контента И там тоже 100 тысяч подписчиков 200, даже есть блогеры-миллионники Которые себя не показывают Но они берут экспертностью Просто, конечно же Когда вы хотите себя продвинуть И вы добавляете свое лицо Естественно, люди любят следить Даже вот если брать, например, опять же Мой личный опыт Почему у меня много стало людей приходить Потому что они за год начали видеть мои изменения Да, как где-то я выступила Где-то статью опубликовала Куда-то там пришла на какое-то мероприятие И людям интересно всегда следить Я это называю подглядывать в закрытую дверь Да, людям всегда интересно подглядывать И этот путь, конечно, более легкий Потому что вы можете себя показать Но если этого не хочется Самое главное себя не переделывать Не перебарывать А подумать, да Как вы можете подстроиться под это Посмотрите тогда полезные блоги Попробуйте через это раскрыться Так, идем дальше Что писать на визитке Какие точки контакта указывать Если брать сейчас современный мир То чаще всего там телефон Остается, конечно же, неизменным Единственное, что добавилось Как правило, приписка Ватсап, Телеграм Да, где люди обычно пользуются Чем, например, даже если взять меня То я чаще всего сейчас на 90, наверное, 9% времени Это Ватсап То есть там я всегда точно оперативно отвечаю Даже по звонку не так легко До меня, так скажем, достучаться, как там И, конечно же, добавить Инстаграм Причем сейчас, например, есть, да Если вы ведете в Инстаграме прям картинкой Вот этот вот ярлычок камеры Например, аккаунт, да У меня там Екатерина Беспятых Там Екатерина Ионкина И добавили Если вы где-то активно развиваетесь В Фейсбуке, Вконтакте Добавить тоже вот эти свои соцсети Идем дальше Нет возможности сделать фотосессию Не все в городах живут И следом Следующий вопрос Если нет денег на фотосессию Это о чем я вам как раз Специально рассказывала Второй пункт Или не дослушали Или хотите сделать вид, что не дослушали Но здесь такое лирическое отступление Небольшое дам вам на минуту Всегда есть два типа людей Да, люди если и люди когда Так вот, если вы действительно захотите Чтобы у вас была фотосессия Первым делом Вы спросите завтра У своих знакомых У своих друзей Да, есть ли у тебя знакомый фотограф Нет А есть ли у вас У кого-то у знакомых Профессиональный фотоаппарат Нет Можно на каждом нет остановиться Но можно, если что Просто сказать, да Хорошо, пойдем со мной Мой любимый супруг, да Или супруга Или сын Или еще кто-то И давай фотографируй меня на телефон Можно посмотреть курсы бесплатные Которых сейчас множество По обработке По фотографиям Этому всему еще вас обучат Да Потому что будет целое онлайн обучение сейчас И вопрос в том, что Если у вас действительно есть желание Да Что-то изменить в своей жизни Даже такое минимальное действие Как фотосессия Вы ее сделаете Но если Но если Вы хотите найти причину И ее не делать То вы 100% ее найдете Я на 100% в этом уверена А вот в нашем случае У нас же вышла очень бюджетная фотосессия Потому что у нас участвовало Четыре девочки Из моей команды Мы поделили стоимость И у нас получилось В районе 1000 рублей Два часа фотосессии Вот это вот очень хороший пример Каждая по 30-40 минут И чем хорошо, что когда вместе То получается есть фотографии личные Да Есть и по двое И по трое И вчетвером И это вообще прям целый контент И если Да, может быть Особенно вот всем Кто не могут сделать фотосессию Все вместе объединиться Сложиться по 500 тысяч рублей И сделать себе отличные кадры Потом еще можете отдельно показать их Так, идем дальше В какой момент Можно перейти от экспертности В смежной нише К непосредственно приглашению Презентации компании Это если мы говорим Про минутную презентацию До конца просто не совсем понятно Про что здесь То вы можете прям в минуте Как я вам рассказывала Да, пример Меня зовут так-то так-то Я работаю в такой компании Наша компания лидер на рынке У нас 30 патентов У нас 10 миллионов Семей нашей компании вообще Знают и регулярно пользуются Расскажите А у вас бывает такое Что вам нужно тоже Какое-то интересное там Средство или да Придумать крючок А вы не знаете Где такое есть Человек как правило Ответит Да Наверное известно Здорово А давайте телефонами С вами обменяемся Я вам привезу наш каталог Или я вам подберу Или я вам ватсап Скину средство Которым я сама пользуюсь И которое мне нравится Да Зацепили Проговорили Следующий вопрос Смотрим Паринкомендуйте Книги по тайм-менеджменту На данный момент Сейчас есть только По мужскому тайм-менеджменту Книги Это Глеб Архангельский Тайм-драйв Это система GTD Дэвид Ален Который написал книгу И не по тайм-менеджменту Но по правильному Подходу к жизни Это моя любимая книга Одна из Стивен Ковен Семь навыков Высокоэффективных людей Это как раз о том Чтобы быть проактивными Это я вам сегодня Только один маленький пример дала А там конечно Еще больше пользы И в этом году Планирую написать книгу По женскому тайм-менеджменту Поэтому надеюсь Буду потом рекомендовать Свою книгу Отлично Вопросы у нас закончились Я хочу вас поблагодарить Спасибо, что вы были с нами И самое важное Что вы хотите обучаться Вы хотите расти Вы хотите узнавать что-то новое А если у вас такое желание есть То как минимум Вы уже на шаг впереди всех тех людей Которые сейчас В этот же самый момент В это же самое время Смотрят телевизор Сидят пьют чай на кухне Или чем-то другим занимаются Поэтому я надеюсь Что нам сегодня Нашей командой Удалось заинтересовать вас В тему цифрового обучения Впереди у вас еще Очень много всего интересного Поэтому точно не переключайтесь Приходите, обучайтесь Советуйте своим друзьям и знакомым И обязательно выполняйте Домашние задания Чтобы быть еще лучше Спасибо вам большое Всего доброго Спасибо, до свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Алексею Дубровскому